Добрый день, дорогие друзья! Наверное, у многих бывает так, что год начинается, но не очень. Естественно, наша семья не исключение. То у нас сын болел очень часто в этом году. И вот последний раз, три дня назад, начал температурить. Ну, детей вы сами знаете, обычно температура бывает иногда вечером, ночью, а днем еще более-менее бегают, играются. А в эту ночь он еще пожаловал, что у него болит живот, даже немного вырвал. Естественно, мы решили вот с утра или чуть попозже поехать к врачу. Ну, как обычно, домашние дела, то, сё. Одновременно за сына смотрим, вроде бы нормально ведет себя, температуры нет и так далее. Одновременно разбираемся с возникшим одним делом. Даже у нас не одно, а сразу три дела возникло. Началось еще в конце марта. Прислали бумагу мне, компания управляющая, что якобы в прошлом году, значит, подняли цену за сервис квартиры. Мы не оплатили. Вот, прислали бумагу. Плюс штраф там. Я посмотрел, подняли всего на 45 долларов. За год получается 540, разница. А штраф сделали такой, что несколько раз превышает. 1578 долларов и того получилось. Ну, ладно, думаю. Берут, берут, пускай, что теперь делать? Ну, проходит время, приближается этот месяц. Мне обратно присылают бумагу, что взыскивают обратно за сервис 2760 долларов. Я говорю, как это может быть? Один раз взяли, я промолчал. Теперь второй раз уже хотят взять. Ну, естественно, я написал письмо. Говорю, вот, вы же мне послали документы, там, 1578 получилось. Вы взыскали, мне отчет послали. Вот, как, сейчас, откуда появилось 2760 или сколько-то долларов. Ну, одновременно решил еще позвонить. Позвонил, мне ответили, там, говорят, да, мы получили ваше письмо. Сейчас разбираемся. Ну, английский у меня не очень хороший. В общем-то, половину понял, половины нет. Думаю, позвонил лучше детям. Попрошу их, чтобы они тоже связались, уточнили и так далее, и там подобное. В общем, они связались, там сказали, да, какая-то там ошибка произошла, вроде бы, куда-то послали, это не туда послали, в общем, второй раз послали. В общем, что-то такое-то. Сейчас разбираемся, и все будет нормально, вроде бы. Ну, и дети сказали, ну, а как, вина-то не наша, то, что не отправили вовремя деньги. Вас уведомили, что поднялся цена за сервис? Нет. Нас тоже не уведомили. Пожалуйста, решите этот вопрос. Пусть взыщут сумму, которую мы не уплатили. А штраф-то почему же нас брать? Ну, посмотрим, что там получится. И вчера мне приходит еще одна бумага. Не бумага, а даже письмо, что якобы там что-то получилось с садтехникой, соседи вроде бы залили. Написали так, что минимальный там будет оплата, там где-то 500 долларов. Зачем я буду платить 500 долларов? У меня есть товарищ, который обычно приходит, сам исправляет все, что там происходит. Ну, естественно, намного дешевле. Я ему написал письмо. Товарищ придет, проверит. Так что никого не посылайте и тому подобное. И детям еще раз сообщил. Говорю, продублируйте, позвоните. Ну, время у нас разное, как говорится, с Америкой. Мне дети тоже сообщили, говорят, да, вот так и так. Товарищу я своему позвонил тоже, попросил его, чтобы он связался, посмотрел, как говорится. И вот эта управляющая компания написала, так как это произошло в нерабочее время, мы испугались, что там могут же натопить соседи, послали в неурочное время сантехника. В общем, 250 долларов. Хорошо, что ремонтировать не начали. Если там отремонтировать начали, то, я знаю, цены там довольно-таки большие. Лучше, когда частник все это делает. В общем, кошелек пустой. И еще, как говорится, нагрянула, как говорится, обстановка такая, что за сантехнику там надо платить, сантехнику надо платить и так далее. В общем, невезучий год для нас получился. Мы еще за счет сына еще нервничаем. Ну, и как все родители, волнуешься за сына, что, как и так далее. Пока утром занимались, смотрю, сын говорит, пап, вот там ребята там внизу на участке с соседями, дай им там покушать что-то. В прошлый раз я говорил, что подходит, собирает там какие-то отростки. Ну, обычно один ребенок подходит в многодетной семье. Ну, я так заглянул, смотрю, а там их трое. Ну, ладно. Я так понял, что он взял с собой друзей, чтобы вы их угостили так же. Ну, дали каждому по бутылке фанты. Ну, такие маленькие, по 200 или 250 грамм там. И по пару пачек каждому печеньев. На Филиппинах иногда разводят разные продукты, товары, продают. И слышим, мотоциклист едет и громко говорите, что вот, сардины свежие, покупайте и так далее и тому подобное. Остановили, так проверили, вроде бы свежие. Килограмм взяли. Тупого прямо на улице, там раз, начало проверять все это, там чистить. Смотрит, да, действительно свежие. Ну, давай еще там килограмма два-три. Взяли еще дополнительно. И так как пацаненок здесь, в общем, работает в многодетной семье, думаю, давай-ка для них тоже килограмм возьмем. Что-нибудь там на обед они себе сделают. Взяли так же. Даже с мотоциклистом они как раз ехали в ту сторону. Говорят, давайте подвезите там метров три, санем. Я выйду. Они как раз туда же ехали. В общем, отдал им. Ну, естественно, заглянули в кошелек. А я уже так и знал, что у нас где-то 700 песо оставалось. Ну, и в итоге там осталось всего 300. Прием врача стоит 400. Ну, еще анализы зависит из каких. Ну, самые дешевые анализы мочи там где-то около 75 или там, в общем, где-то вот так 80, или так песо стоит. Ну, думаю, ладно, у меня там в турецком банке еще немножко денег лира оставалось. Перешлю, хоть что-то будет. Там буквально копейки где-то, даже не знаю, сколько там получилось бы. Может, тысячу песо вышло бы, может, полторы. И в этот момент, когда мы сидим практически без денег, приходится сообщение от детей, что вот они там переезжают. Просматривали почту. Нашли конверт, где Калифорния прислала мне карточку виза. Надо, значит, ее активировать и посмотреть. Я сообщил, какие данные требуются. Активировали. Оказывается, государство решило позаботиться о нас и дать 350 долларов. Нашли еще одно письмо. Там квитанция, вернее, чек на 42 доллара. Итого 392 доллара. В общем, дети послали мне сразу же 400 долларов эти. Медокруглили. И вот, откуда ты ни возьмись, у нас появились деньги. А так весь год нас сбило, стригали, как говорится, финансы, кто как может. Мы не знаем, как дальше год пойдет. Я хочу спросить у вас. Как у вас этот 2024 год проходит? Обычно? Или же есть вот такие нюансы, как говорится, не очень? Или наоборот, все хорошо? Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Счастливо. Всего хорошего вам.